Верхний Волжий скорбит вместе со всей страной по погибшему в результате террористической атаки на концертный зал Крокус-Сити-Холл. Мирные люди, подчас целыми семьями, москвичи и жители других городов, все они оказались на месте тщательно спланированной атаки. Как сообщает портал Panorama Pro, во время теракта погибла Миствери-2001 Екатерина Новоселова. О её гибели стало известно после опубликования списка погибших. Как справиться со страхом после теракта, как унять тревогу и помочь близким и родным, расскажет наш корреспондент. Трагедия в Крокус-Сити-Холле оставила глубокий след в сердцах жителей Тверской области. Чтобы почтить память жертв теракта, третий день подряд горожане возлагают цветы на площади Убелиска Победы и приходят к стихийному мемориалу на Трёхсвятской. Трудно сдержать эмоции, когда речь идёт о гибели ни в чём не повинных людей. Честно вам говорю, ужас. У меня четыре внука, и вот не дай бог чё-то где-то. Ужас. Это вся страна плачет. Вся страна плачет. А как можно с этим справиться? И как? Как шаман сказал, в памяти всё будет. 22.03.24. Вернее, не сказала. Спел. Горе, Маришевая, горе. Что ещё можно сказать? Плачу. С ней нельзя справиться. Она на всю жизнь оставшуюся. Это будет очень долго вспоминаться. Это очень-очень-очень страшно. У нас дети в Москве живут. Они могли бы пойти в этот... И часто ходят в театрал и на концерты. Я сама в этом кругу с сити-холи была. Много человек погибло. Конечно, это очень тяжело. Надо жить дальше. Как-то пытаться с этим... Ну, как не смириться, но всё равно принять это... Всё равно очень тяжело, конечно. И понимаешь, что люди, которые потеряли своих близких, там... Всё это, да, очень страшно. Последствия чрезвычайных происшествий оказывают влияние не только на тех, кого они коснулись лично. Примеряя ситуацию на себя, многие начинают ощущать тревогу и поддаваться панике. Наиболее впечатлительные боятся оказываться в людных местах. Есть люди, которые очень сильно включены. И у них есть сильные вегетативные реакции, эмоциональные реакции. Вплоть до сильных стрессовых процессов, которые переходят до панических атак или панического расстройства уже в дальнейшем. Но пока, конечно, ещё рано говорить о панических расстройствах и стрессовых расстройствах. Это бывает где-то через две недели после события. Но, тем не менее, вся симптоматика в виде тревоги усиленной, нарушения сна, беспокойства общего, ощущения потери себя, не знать, куда себя деть, это всё может проявляться уже и сейчас. Если есть возможность, стоит попробовать техники релаксации, чтобы хоть немного прийти в себя. Обычно монотонные звуки приводят в порядок психосоматические процессы в организме человека. Важно обращаться за поддержкой к значимым для себя людям, обсудить с ними своё душевное состояние. Если это травма наблюдателя, то есть это то, что большинство людей увидели по телевидению, узнали об этом, либо посмотрели в интернете, то такая травма наблюдателя чаще всего человека лучше обсудить один раз, но не более с близкими, не растягивать этот процесс. И когда вы поддерживаете кого-то, кто сильно переживает, важно быть эмоционально включённым и сочувствующим. То есть должно быть покачивание головой, когда человек говорит, да-да, я знаю, что тебе сейчас сложно, чтобы они как можно больше проговорили. Социальная поддержка является ключевым компонентом восстановления после негативных событий. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Урдени открыта горячая линия по номеру 122 для оказания необходимой помощи людям в связи с трагедией в Крокус-Сити-Холле, которая произошла 22 марта. На линии в круглосуточном режиме работают специалисты медицины катастроф, которые обладают специализированными знаниями и навыками действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Важно не скроллить ленту, то есть не листать её бесконечно, не искать в разных местах, не пытаться увидеть ещё больше видео, а постараться доверять одному-двум источникам и, в общем-то, держаться фактов. Наш медиахолдинг присоединяется к словам сочувствия, которые сегодня звучат в адрес семьи, потерявших своих близких, и также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Субтитры создавал DimaTorzok